Добрый день, дорогие друзья! И дешёвые недруги тоже! Привет, Виктория! Рада опять всех видеть. Вы просили меня рассказать, как мне живётся в Испании. Я выполняю вашу просьбу. Сегодня приглашаю вас со мной поехать в Малагу. Незыблемая испанская традиция. Начинать утро с завтрака в кафе. Перед Рождеством дома и улицы в Испании и вообще в Европе украшают вот такими красными цветами. Это рождественский цветок пуансеттия, флор де новидад. Он цветёт только зимой и считается европейской традицией, символом Рождества и Нового года. Пуансеттию также часто называют рождественская звезда. Малага расположена в 30 километрах отсюда, и я поеду на электричке. Вон виднеется железнодорожная станция. Расстояние до Малаги всего ничего 30 километров, но так как поезд останавливается на каждой станции, то поездка до центра Малаги займёт около 40 минут. Так, временно отключаюсь, мне нужно открыть приложение и пройти на станцию по QR-коду. Разумеется, в отличие от российского метро, в Испании везде есть лифт. Я с содроганием вспоминаю свои поездки в Сочи через Питер, когда мне приходилось по питерским лестницам в метро волочить чемодан, сумку с собакой, рюкзак. Спасибо ребятам-азиатам, помогали перенести чемодан, даже не приходилось просить их. Парни, большой-большой рахмат. Интересно, а как нынче выглядят электрички в России? Довелось когда-то ездить питерской пригородной электричкой, и это был филиал преисподней на земле. Как вам эти фикусы? Они даже не хотят умещаться, у них кадр. Мы находимся в самом центре Малаги. Вот по этой улице обычно проходят различные праздничные шествия. В Малаги проводятся знаменитые пасхальные шествия, куда съезжаются огромное количество туристов со всех концов света. А это напоминание о том, что в городе будет проводиться финал Кубок Дэвиса 23-го года. Здорово! Так желающие могут покататься в карете. Пойдемте в город. Привет, друзья! Как видите, у нас в Малаге шикарный ноябрьский денек. Светит солнце. Морская гладь безмятежна. Позади меня вы видите старинную крепость. Я вам о ней тоже когда-нибудь расскажу. Пожалуйста, какие здесь яхты. И круизники. Пожалуйста. Вот круизные корабли. Пойдемте, полюбуемся на эту красавицу. Это супер-яхта «Династия». Ее длина в один метр. Она способна принять на борт 22 гостя, в распоряжении которых 11 кают и 33 члена экипажа. Яхта была построена по заказу некого Алимжана Ибрагимова, гражданина Казахстана. Ну, кто бы сомневался. Яхту описывают как сочетание элегантности и беспрецедентной роскоши. Ее стоимость оценивают в 200 миллионов долларов. Еще от 15 до 20 миллионов долларов в год стоит ее обслуживание. Я погуглила, кто такой этот Алимжан. Очередной талантливый манагер по вывозу ресурсов. Казахстан умер в 67 лет в Брюсселе два года назад. Примечательно, что не хотят они жить и умирать у себя на родине, которую они так заботливо обустроили. Ну, помер Максимка, да и Аллах с ним. Пусть наследники покуражатся для сравнения. Вон там стоит круизник, его длина 187 метров, и он принимает на борт 1670 пассажиров и 650 машин. В общем, пока я здесь вам видосики пилю, у меня попытались обчистить рюкзак. Вот, посмотрите, рюкзак открыт, причем открыт еще и его внутренний карман, который я всегда застегиваю на молнию. И сам рюкзак закрывается вот на такой карабин. То есть, пока я переходила через дорогу, через регулируемый переход, за мной увязалась троица граждан нетитульной нации. Ну, скажем, явно цыганского вида. И они в толпе там пристраиваются за кем-либо. Ну и похоже, что раз я в шляпе, да еще видосики снимаю, это легкая жертва. И они попытались у меня рюкзачок подчистить. Потом, когда я заметила их и убрала, сняла рюкзак с плеча, то они сделали вид, что они рассматривают карту очень напряженно, покрутились и вернулись опять к переходу. Так что они промышляют там в толпе переход. Люди идут туда-сюда, толпа, и там легко подчищать. И сумочки, и рюкзачки, и карманы. Так что имейте в виду, в большом городе будьте бдительны, обчистят карманы в один момент. Так, пойдемте найдем где-нибудь в парке укромный уголок. Я вам расскажу еще про систему оплаты, то есть бесплаты на испанских железных дорогах. Вы успели заметить, что я приехала сюда на электричке, и казалось бы, ну и что, многие ездят на электричках. В Испании, в стране вечного праздника, свои особенности. Здесь проезд на локальных линиях, на местных линиях, бесплатный. Покупаешь за 10 евро депозит, и он действительно в течение трех месяцев. Если в течение этих трех месяцев ты сделал 10 поездок, то тебе деньги возвращаются. И за эти три месяца ты можешь сделать бесконечное количество поездок. Можешь мотаться туда-сюда, сколько тебе вздумается. Так что, вот такие пряники в Испании. А у вас как с пряниками за проезд? Так, рука бойца колоть устала, а я устала кнопочки нажимать. Пойдемте со мной в один замечательный винный погребок. А это дерево, конечно, знают все южане. Это цветет мушмула. Один из корпусов университета Малаги. 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok День Динской, а здесь дым коромыслов Итак, друзья, спасибо за внимание На этом я с вами прощаюсь И до новых встреч Чао!